Новости. Считаю недопустимым изменение линии соприкосновения, взамен на передачу Азербайджану каких-то территорий, Евсеев. Установление оперативной связи между Арменией и Азербайджаном это хорошо, но это не может гарантировать отсутствие конфронтации, в беседе с первым информационным сказал российский военный эксперт Владимир Евсеев. Наш собеседник продолжает, между Северной и Южной Кореями связь была всегда, но это не исключило боестолкновений. Конечно, сам факт, что такая связь есть, положителен, но до урегулирования Карабахского конфликта еще очень далеко. На вопрос о том, возможны ли подвижки в Карабахском вопросе после выборов, Владимир Евсеев ответил, все решится в республике Армения. Если Армения будет стабильной, если экономика начнет развиваться, то дальнейший прогресс возможен. Если внеочередные выборы не улучшат ситуацию, экономика останется на прежнем уровне, то Азербайджан не продвинется вперед. На замечание, то, что после выборов премьер-министр Пашинян будет обладать большой легитимностью, не будет ли это международным сообществом использовано как повод для того, чтобы навязать ему решение в Карабахском вопросе? Эксперт ответил, конечно, поддержка общества – дело хорошее, но для того, чтобы в Карабахском вопросе было что-то решено, то необходим прогресс в социально-экономическом вопросе, это намного важнее. Международной площадкой является Минская группа, которая ответственная за стабильность, но для того, чтобы в вопросе урегулирования были сделаны реальные шаги, то улучшение должно произойти в социально-экономическом вопросе, чтобы Армения, как государство, усилилась, чтобы у нее появилась еще большая возможность для закупок оружия. Для Азербайджана это может стать сигналом к сотрудничеству. Комментируя баланс сил Армении и Азербайджана, в особенности после недавно заключенных Азербайджаном сделок в военной сфере, Владимир Евсеев отметил, «Если говорить о балансе сил, то качественный баланс сохраняется, чего нельзя сказать о балансе количественном. В этом смысле у Азербайджана есть преимущество. Именно по этой причине я считаю недопустимым изменение линии соприкосновения взамен на передачу Азербайджану каких-то территорий. Это спровоцирует Азербайджан на то, чтобы он захватил не только зону безопасности, но и сам Нагорный Карабах». Наш собеседник также отмечает, что в последнее время замечается активность американской стороны в карабахском вопросе. Да, к сожалению, такое впечатление. «Что США с Азербайджаном продолжают начатую игру? Я не понимаю такой логики, потому что сопредседательствующая в Минской группе ОБСЕ сторона в прошлом не придерживалась такого образа действий. Россия, которая в карабахском вопросе считается доминирующим игроком, отреагирует ли на активность США?» Отвечая на этот вопрос, Владимир Евсеев сказал, «Я считаю, что никакого доминирования нет, но Россия, в отличие от США, не играет с одной из сторон, пытается быть равным посредником». Россия действительно заинтересована в урегулировании, потому что если возникнет нестабильность, то США это будет безразлично, а вот для России это проблема, потому что есть вероятность, что в случае крупного конфликта произойдет конфронтация с Турцией. По этой причине Россия действительно заинтересована в стабильности, а США в случае необходимости могут дестабилизировать ситуацию, потому что это вытекает из краткосрочных интересов США». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok